Друзья, осень окончательно пытается отобрать у нас все красочные локации, но сегодня ярким пятном в нашем проекте становится наш гость – «Кадиллак Эльдорадо» 1974 года. Вы знаете, друзья, для того, чтобы понять этот автомобиль и его философию, наверное, нужно вспомнить, какой была Америка в 70-х. Дело в том, что в 70-х застой был не только в Советском Союзе, но и в Соединенных Штатах, так как современники этого красавца называют ту эпоху эпохой, которой не было. Уж так получилось, что тогда американская культура стояла на месте и застряла в каких-то своих страхах, потому что американское общество, так привыкшее двигаться вперед и постоянно развиваться, начало чего-то бояться. Американцы все чаще стали бегать трусцой, снимать фильмы ужасов или фильмы катастрофы и, конечно, слушать диско. С одной стороны, самый яркий, а с другой, самый посредственный стиль музыки. Наше седьмое поколение «Кадиллака Эльдорадо» появилось в 1971 году. Буквально через год в 1972 разгорелся «Вотергейтский скандал», продлившийся практически два года и ставший самым громким политическим скандалом того времени. Ну а через год в 1973 на весь мир обрушился топливный кризис и Штаты пострадали больше всего, потому что к тому времени Америка уже привыкла быть на колесах. Заправки были пустые, бензина практически не было и владельцам «Кадиллаков Эльдорадо» могли стать действительно только самые богатые люди, потому что под капотом у этой тачки 8,2. Тем не менее, в тот самый кризисный 1973 год их было продано больше 51 тысячи штук на всю Америку. Друзья, здесь нужно понимать одну очень важную вещь. В лакшери-сегменте у «Кадиллака» практически не было конкурентов. Почему? Потому что на домашнем рынке с ним мог посоперничать только «Линкольн» и то не всегда, а из европейских производителей максимум «Роллс-Ройс». Да, действительно, когда-то эти ребята играли в одной лиге. Это сегодня «Кадиллак» пытается оторвать хоть какую-то часть платежеспособной аудитории у «Мерседеса», «БМВ» и «Ауди». Но в 70-х в Америке про «Ауди» вообще никто не слышал. «БМВ» выпускали только малолитражки, а «Мерседес» американскую публику, ну, как-то не сильно впечатлял. И я готов поспорить с вами, что никто сходу мне не назовет еще один автомобиль из тех лет в классе «Купе», который будет в длину 5,7 метра, а в ширину будет больше двух, при этом имея складной верх. Согласитесь, это ли не роско? Под капотом у этого монструозного пожирателя дороги и, конечно же, бензина стоит V8 объемом 8,2 литра. Но не спешите делать выводы и представлять себе, что разгоняется он, ну, как вражеский истребитель. Нет, все совершенно не так, потому что выдает он всего лишь 213 лошадиных сил. И будет хорошо, если к концу этого выпуска он разменяет первую сотню. И немалую роль в этом всем, конечно же, играет трехступенчатый автомат, ручка переключения которого находится по классике на рулевой колонке. И разработан он был еще в 60-х, если, конечно, не в 50-х. В общем, сами понимаете, как долго он может думать. Ну, а теперь поговорим о крутых особенностях этой тачки. И начнем, пожалуй, с двери, которую открыть самостоятельно сможет далеко не каждый, ведь весит она килограмм 150. А еще тут есть настоящее резное дерево, как у вашей бабушки на югославском серванте. Обязательная пепельница, потому что в 70-е все курили, электростеклоподъемники, кнопочка замка и целых две ручки открытия двери. Ведь, несмотря на то, что это форм-фактор купе на Кадиллаке Эльдорадо, тогда вы могли путешествовать в шестером. И для того, чтобы задним пассажирам было удобнее выходить, для них сделали вот эту ручку. Если вы покупали Эльдорадо в 70-х, то покупали вы его исключительно для себя. Это означало, что вам плевать на всех остальных. Именно поэтому в Кадиллаке Эльдорадо 74-го модельного года климат-контроль перенесен на сторону водителя, для того, чтобы никакие шаловливые пальцы ваших пассажиров не крутили вам ничего в дороге и не делали погоду мягкой. В продолжение разговора о климате, конечно же, владельцу Кадиллака всегда хочется знать, какая сейчас температура за бортом. В современных автомобилях это делают бортовые компьютеры, а в то время делал вот такой вот термометр под вашим зеркалом. Еще одной интересной особенностью здесь является система включения дворников. Мы обычно привыкли, что рычаг находится либо здесь, либо здесь, но тут он выведен прям вот вам под левую руку. Почему это было сделано, неизвестно, но достаточно прикольно и удобно. Еще одна интересная фишка – это индикаторы поворотников на крыле, видимо, из-за габаритов этой машины. Ну и для того, чтобы вы не забывали их выключать. Кстати, здесь не только повороты. Вот здесь у нас сам поворот, здесь ближний свет, а здесь дальний. Кстати о свете. Ближний у вас включается вот здесь, с такой классной металлической ручкой, а дальний расположен под ногой. Вот такая кнопка, в принципе, как в советской «Волге». А еще вы могли обратить внимание на то, что абсолютно никакие сторонние элементы не портят боковые линии этого автомобиля, включая горловину бензобака. Ведь скрыта она вот здесь, прямо за номером. Ну а для того, чтобы попасть в багажник, вам понадобится ключ, к которому доступ вы получите, отвернув этот значок. Обратите внимание, друзья, в машине начала 70-х есть круиз-контроль. В остальном про салон рассказывать больше особо нечего, кроме того, что здесь огромное количество дерева абсолютно везде и кожи. Кстати, вот эти вот два кожаных дивана, как я уже говорил, вмещают каждый по три человека. Это ли не круто? Ну и, конечно же, главная особенность нашей модели – складная крыша, которая находится в полностью рабочем состоянии. Просто представьте, как круто кататься на этой тачке с откинутым верхом в летнюю жаркую погоду. Ну и, конечно, я не мог вам не показать подкапотное пространство этого автомобиля. Дело в том, что у него есть, ну, точнее, не у него, а у всех «кадиллаков» Эльдорадо есть одно проблемное место. Это петли, которые удерживают эту массивную хреновину, а по-другому я ее назвать не могу, на весу. Поэтому владелец при выходе из строя придумал вот такое специфическое решение, очень универсальное, которое держит этот капот, который мы поднимали вдвоем, потому что весит он килограмм сто, может, даже и больше, я не знаю. Короче, идите сюда. Вот он, тот самый В8, те самые 8,2 литра и те самые скромные 213 лошадиных сил. А теперь ради забавы давайте посчитаем количество значков и надписей на этом автомобиле. Раз значок, раз надпись «Эльдорадо», раз надпись «Кадиллак». Поехали дальше. Два значок, три значок, четыре значок. И так на каждом колесе, а значит, семь значок. Восемь значок, девять значок и десять. Десять значков. А здесь у нас надпись «Кадиллак». Это вот три «Кадиллака» по кузову. Тут у нас расположился второй «Эльдорадо», третий «Эльдорадо» и четвертый. Пойдемте покажу. Быстрее, быстрее, быстрее. Четвертый у нас почему-то «Эльдорад». К большому сожалению, покататься вдоволь сегодня на этом автомобиле мне не удалось, потому что он находится в процессе предпродажной подготовки. Но могу вас уверить, комфорта здесь хоть отбавляй. А вот к управляемости вопросы, к сожалению, имеются. Хотя, мне кажется, в «Кадиллак» на тот момент не задумывались о том, чтобы сделать из этого какой-то настоящий драйверс-кар. Он мягкий, яркий, комфортный, а в наших краях еще и очень-очень редкий. К тому же он продается. И все, кого реально заинтересовал этот автомобиль, могут увидеть его вживую по адресу город Кривой Рог, летчиков 21, компания Кривбас Авто. А я, к большому сожалению, с легкой грустью на душе буду прощаться с нашим сегодняшним «Эльдорадо». «Эльдорадо»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова